Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Очень многие просят меня, чтобы я рассказывал о жизненных ситуациях. Допустим там в общении с гаишниками и всякое такое. Сегодня я вам расскажу несколько из них. Но каждой ситуации я посвящу отдельный ролик. Друзья мои, вот один из случаев. Как-то давно ехали мы на своей грузовой машине, то есть у меня есть грузовой Mercedes, по работе сдалека мы возвращались домой. Не рассчитал с топливом, там датчик был неисправен, топливо. И в общем-то получилось так, что дизельное топливо закончилось ну практически за 100-150 метров от заправки. Накатом мы докатились все-таки до заправки. Заправил я полный бак, а запуститься не смог. Ну те, кто владеют Mercedes Vito, те знают, насколько это проблемно. Если там соляра закончилась, ее нужно затягивать, тогда уметь это правильно сделать. Груши подкачивающей точно нет. Ну и получилась такая ситуация, что в общем заправил и что делать? Вот, запускаю, пытаюсь, кручу-кручу, стартером не заводится, ничего не получается. Но, друзья мои, стоит рядом грузовичок. Подхожу к этому человеку, который на грузовичке, водитель. Говорю ему, дружище, можешь помочь меня побуксировать, чтобы я запустил двигатель? Он говорит, без проблем, цепляйся. Цепляясь, в общем, я что только не делал, крутил мотор через буксир. В общем, что я только не делал, никак у меня двигатель не запускается, ну, топливо не закачивается и все. И он меня таким образом добуксировал аж в город и непосредственно до самой улицы, с которой мне надо спуститься. То есть, получается, Т-образный перекресток, он меня туда добуксировал, дальше под знак, под знак мне надо спуститься под кирпич. Я говорю, слышишь, наверное, давай я от тебя цеплюсь, я просто накатом под кирпич прокачусь и все, никаких проблем. Я думаю, тут рядом, тем более, мне катиться километр, ну, не больше. Он говорит, без проблем, хорошо. Я говорю, слушай, ты меня столько отбуксировал, сколько я тебе должен? Он говорит, ты мне не должен ничего. Я говорю, ну, как? Ну, как я тебе ничего не должен? Ты меня столько буксировал. Он говорит, если я в такой ситуации могу оказаться, другой никто не остановится. Ну, нельзя так, это не по-человечески. Я говорю, дружище, ну, хоть что-то, даю ему, вытягиваю 100 гривен, говорю, возьми, говорю, сотку. Нет, ну, нет, ну что, ну, не берет. Человек хороший, я говорю, спасибо тебе большое, спасибо огромное. Я говорю, ты выручил, ты действительно хороший человек. Он меня, в общем, отцепляет, и мы растолкали машину вниз, катимся к месту дислокации, к тому месту, где машина должна ночевать. И тут навстречу едет микроавтобус, и прямо в упор раз, и не дает мне проехать, прямо останавливает меня, упирается прямо в меня. Я останавливаюсь, я за рулем был, останавливаюсь. Смотрю, сидит майор. Извините за выражение, г**а. Я выхожу с машины, говорю, а вы не видите, говорю, что я, говорю, поломался? Я на варейке, качусь, я не еду. Здесь кирпич, сюда приехать нельзя. Я говорю, я не еду, говорю. Я поломанный, говорю, качусь, говорю. Вы видите, говорю, что я качусь? Говорю, машина неисправна, мне нужно каким-то образом добраться. Он мне, говорит, сотку мне, говорит, положи, говорит, на торпеду, говорит, и катись дальше. Вот, друзья мои, два разных человека. Один человек меня отбуксировал и не взял ни копейки. А буксировал, я вам скажу, ну, наверное, километров 10, наверное, буксировал, где-то так. А другой, вот такая св**а, видишь, что человек поломался, он в беде. А потом говорят, а почему вы ненавидите так всевозможных гаишников, ментов? Разве это нормальный человек? Вот так вот, друзья, иногда бывает. Надеюсь, что этот видеоролик для вас оказался полезным. Будьте здоровы, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok